Здравствуйте, меня зовут Тяста Владлена Александровна, я врач клинической лабораторной диагностики в клинике NGC Владивосток. И сегодня я расскажу, что такое спермограмма, какие показания для данного метода и как правильно подготавливаться к данной процедуре. Ранее считалось, что основными причинами бесплодного брака были нарушения в организме женщины. Однако доказано, что мужской фактор в семейном бесплодии составляет до 50%. Именно поэтому очень важно производить своевременную диагностику и лечение мужского бесплодия. Одним из самых простых и доступных методов оценки мужской фертильности является спермограмма. Спермограмма – это стандартный лабораторный тест, в который входит определение физических параметров спермы, объем, цвет, вязкость, плаш и микроскопический анализ клеточных элементов, а именно определение общего количества сперматозоидов и их подвижности. Также в данный анализ входит оценка морфологического строения сперматозоидов. Согласно критериям БОС, эвакулятор здорового фертильного мужчины должен содержать более 50 миллионов сперматозоидов, не менее 4% из которых должны иметь правильное строение, то есть нормальную морфологию. Как правильно подготавливаться к спермограмме? Для этого необходимо соблюдать простые правила. За несколько дней до сдачи анализа необходимо исключить алкоголь и курение, исключить чрезмерное перегревание организма, половое воздержание 3-5 дней, по возможности отказаться от лекарственных средств, при болезни и повышении температуры отложить сдачу анализа на 1-2 недели. Если полученный результат не соответствует норме, то следует повторить анализ через 1-2 недели. Кому необходимо проводить исследование эвакулятора? Если вы только планируете беременность, то не лишним будет проверить свою фертильность. Если в течение года регулярной половой жизни без контрацептивов не наступает беременность, то необходимо пройти обследование, в том числе сделать спермограмму. Если вы планируете отложенное отсутствие, то также необходимо оценить свою фертильность перед криоконсервацией спермы.